Добро пожаловать на мою копию! Сегодня пятница, а это означает, что у нас выходной. И благополучно, ушатав ребенка, мы, друзья мои, с мужем собираемся устроить немножко романтики. Поэтому, как я и обещала, сегодня я буду готовить свой фирменный рецепт гуакамоле. Гуака, как называют ее американцы. Это такая овощная закуска из авокадо с лаймом, кориандром, помидорами и чесноком. Очень просто, очень быстро, очень вкусно. Сегодня у нас вообще, так я предполагала, сегодня будет мексиканский вечер. Поэтому нас будет аккомпанировать мексиканская музыка, если вы не против. Как меня слышно, друзья мои? Столько хотела вам всего рассказать. Услышала музыку, мексиканские напевы и захотелось сразу танцевать. Какие у вас сегодня планы? Сегодня же пятница. Идете гулять на свидание, может быть, или романтический ужин с любимым мужчиной или женщиной. Так, ну что, пожалуй, начнем. На самом деле, все очень просто. У нас здесь будет все делаться на основе двух авокадо. А там уже исключительно по вкусу. Будем играться и добавлять. А вы будете смотреть и для себя определяться, что вам подходит, а что нет. Танюшек, привет! У нас сегодня в Гуакамоле мексиканский вечер. Итак, авокадо. Знакомьтесь. На самом деле, это не овощ. Авокадо – это ягода. У мексиканцев она была культивирована еще 10 тысяч лет назад ацтеками. Из нее они делали то, что они называли «зеленый соус». И он шел как закуска. Эта ягода, она очень полезная. Она насыщена жирами, аминокислотами. Из нее делают масло. И авокадное масло, на самом деле, на нем очень хорошо готовить. Он выдерживает высокие температуры. И помимо этого, он еще, боже мой, отбилось. Значит, выдерживает высокие температуры. А, и в нем намного больше витамина D, чем в обычном масле и в яйцах. Так что, если у вашего ребеночка нехватка витамина D, или у вас мало солнышка, пожалуйста, кушайте авокадо. И интересно, да, я всегда думала, что это овощи, а оказалось, что это фрукт. Дальше. Как сохранять авокадо, вы знаете, да? Если вы его разрезали, оставили половинку, кабнули немножко растительного масла, смазали авокадинку, она не будет у вас чернеть. И всегда оставляем косточку в той половинке, которую вы не будете кушать. Как мы косточку извлекаем? Ножом, не по пальцам желательно, вынимаем. Дальше. Как определить свежесть авокадо в магазине, если вы в нем не уверены? Видите, здесь такая штучка. Я даже специально сохранила такой пинтык, да? Вот так он идет, как его срывают с дерева. Как правило, этот пинтык там остается. Так вот, пока никто не видит, в супермаркете подходите, если вы уже хотите его брать, но вы еще не уверены, да? Нужно отсвежено или нет, но вы очень его хотите. Берите эту штучку, отрываете и смотрите на эту дырочку. Эта дырочка должна быть красивая и зеленая. Если вы там видите, маленькие черненькие волосинки, это значит, внутри он уже состарился, и его желательно не брать. То есть он должен быть вот такой, видите, красивый зелененький. Так, какая музыка романтичная. У нас сегодня в дополнение... У-у-у-у-у-у, улетело. Но быстро поднер-то я не считаю. Я сегодня, простите, как это, с волосами? Ну, поскольку у нас ничего серьезного, только как у окамоли, я думаю, вы меня простите. Если вы не против, займусь этим потом. Итак, ну тогда у нас будет на полтора авокадо, или помыть, никто не этот, не брезливый, ладно, мы брезливые, так поэтому, вынимаем мякоть в нашу буакомольницу, так, ложечкой, удобнее всего, если вы хотите на суше, допустим, да, как вариант, вот так, чик-чик-чик-чик-чик, порезали себе на полосочки, потом красивой ложечкой подняли и положили себе, знаете, как они делают на зеленый дракон, по-моему, называется эти суши, либо же, если я делаю на салат, я тоже так же рез, не дорезаю до самой кожицы, чтобы не поранить руку, на кубики тоже выдавливаю, у меня сразу идут оно кубиками, так, Так вот, поскольку у нас сегодня вечер мексиканский, я решила его разбавить немножко алкогольным напитком, что же нам все время вино, да водку, да пиво, давайте с буакомоле выпьем сегодня маргариту, самую настоящую мексиканскую маргариту, я что-то сегодня очень плохо подготовилась, Вы меня уже простите, итак, у меня полтора авокадо, я его ложечкой переминаю, ах да, знакомьтесь, моя гуакомольница, в прошлый раз я ее показывала, сегодня я решила, я ее все-таки использовать, Сделаю вам, если вы не против, а не ревью, если кому интересно, ставьте плюсики, рассказать вам об этой гуакомольнице, я так понимаю, что у астеков 10 лет назад особо посуды не было, да, поэтому они как бы использовали такой метод приготовления гуакомоля, но в наши дни все намного проще, И эта штука, она, конечно, экзотическая, когда ты ставишь ее на стол, все ахают-охают, но этот камень, он недостаточно плотный и немножко иногда осыпается, что мне не очень нравится, да, итак, мы помяли, Поэтому, как бы, если вы хотите вау-эффект, то, пожалуйста, можете это к себе купить, если нет, то вообще не переживайте по этому поводу, и в обычной тарелке подойдет. Помяли авокадо и оставили маленькие кусочки, то есть у нас не должна получиться супер каша, у нас все равно должна чувствоваться текстура авокадо, и разжевываются маленькие авокадо-кусочки. Дальше, туда мы берем помидорчики черри, у меня в данном случае 4, черри нам придают прекрасную сладость, даже не 4, а 3 у меня черрика, да, И поскольку мы будем кушать этот чипсами тортия с кукурузными, да, нам нужно, чтобы у нас был ровно на один маленький укус черри, то есть я одну половинку режу на 4, то бишь один черрик я резю на 8 частей, да, один помидорчик черри, на 8 частей. Вообще, я, если честно, черри люблю больше, они прекрасно растут на даче, на огороде, у наших соседей, они намного слаще обычных помидоров, поэтому если в салат, если в салат или в закуску какую-то, я с удовольствием рекомендую вам именно этот помидорчик. Так, про авокадо рассказала, про гуакамоле, гуакамоле вообще стало в Америке настолько популярно, теперь у меня вот такой небольшой пучок кинзы. Настолько стало популярно авокадо в Америке, что американцы, ну прямо, чуть ли не приняли его как за свое традициональное национальное блюдо, как за свое. И особенно в калифорнийской части, где тепло, где авокадо растет прекрасно, его едят очень большими количествами, особенно в ночь, когда играется в супербол, это американский футбол, финал. И в эту ночь все смотрят с огромным удовольствием. Господи, сегодня у меня все с огромным удовольствием. Все смотрят этот футбол и поглощают тонны авокадо под пиво с чипсами. Прекрасная закуска. Я с гуакамоле познакомилась недавно относительно, когда отдыхала на Карибах, на Карибских островах. Мы ездили на Сан-Мартин, Сан-Мартен. И после этого ездили на Верджин-Горда. Меня приглашала семья моего отчима вместе с мамой. Они там отдыхали каждое лето раньше. И в одной из этих прекрасных поездок мне повезло побывать вместе с ними. Меня вообще хорошо слышно? Смазано. А что смазано? Расскажите. Мне кажется, музыка играет. Я вообще как будто сама тут стою. Друзья, хорошо меня слышно? Скажите, пожалуйста. Или меня настолько не слышно, что никто даже не отвечает. Так, ну хорошо. Я надеюсь, все-таки меня хорошо слышно и видно. В общем, поехала я на Карибы благодаря своей любимой мамочке. Провела там две недели сама в гостинице. Пила очень много маргариты и кушала очень много гуакамоле. Влюбилась в это все. Решила самой разобраться, как его делать. И разработала свой рецепт. Ну, как разработала. Чуть-чуть добавила того, чего я люблю. Значит, у нас здесь полтора авокадо, лук-шалот один маленький. Дальше кинза и три помидорчика черри. Теперь буквально две штучки чесночка. Ну, даже можно... Нет, две хватит. Две маленькие, два маленьких чесночка. Опять же, сюда мы чесночок нарезаем. Не выдавливаем, не трём, а именно нарезаем. Сегодня мы были на обеде в очень классном месте. Наш любимый ресторан в Сафаде. Если друзья меня сейчас смотрят, мы всегда наших приезжих и неприезжих друзей всегда туда вводим. Очень любим интерьер. Он такой, знаете, очень семейный. Туда классно прийти на обед. Или вы с деловым партнером. Знакома там с менеджером. Он помогал делать кейтеринг на день рождения моему мужу. Взяла у него маленькое интервью. Хочу его с вами познакомить. Сделала уже видеоролик. Завтра обязательно появится в сети. И ещё мы сегодня входили в удивительное место. Это такие маленькие джунгли, которые сделали в Дубае. Называется Green Planet. Зелёная планета. Были ещё там сегодня. Смотрели птичек, рептили. Гладили муравьеды. Тоже наснимала кучу видео. Обязательно сделаю ролик и вам покажу. Сам режу самое неинтересное. Теперь заключительная часть. Мы берём лайм. И снимаем с лайма чуть-чуть цедры. Буквально нам нужна цедра, наверное, одного лайма. Но это такой лайм немножко жадный. Не всю цедру хочет мне отдавать. Поэтому я, может быть, использую две. Сейчас я посмотрю, сколько у меня отсюда выйдет. Вы знаете, да, что когда вы снимаете цедру с лимона, это должна быть только верхняя часть до беленького. Потому что в верхней части находятся все масла и ароматы. Когда вы задеваете беленькую часть, там вся горчинка. Вам горчинка не нужна. Нам нужна только самая ароматная, самая вкусненькая. Правильно? Правильно. Чтобы все так кушали и не понимали, откуда аромат. Всё. Ну, одной цеды хватило. Теперь, для того, чтобы наш прекрасный лайм дал нам больше сока, точно так же мы поступаем и с лимоном, мы его немножечко раскачиваем, да? То есть мы его катаем по досточке, чтобы полопались у него его маленькие сосудинки и дали нам сок. Сейчас я буду. Та-дам! Девочки, просто необходимая вещь на кухне. И, ребята, всем рекомендую. Итак, пошел наш лимончик. Теперь самая главная часть. Я для контрольного один лайм точно выжму, да? Видите, как хорошо сток льется? Так. Дальше у нас идет соль, перец и оливковое масло. Вот это исключительно пару капель. Пожалуйста, для того, чтобы помочь всем нашим ароматам и фруктам смешаться. Не больше. Хорошо? Соль и перец. Самое главное – это баланс кислого и соленого здесь. Поэтому, если ваш гуакамоли кажется вам пресноватым, добавьте лайма. Если кисловатым, добавьте соли. Если его перекислили, добавьте еще соли. Сбалансируйте кислоту солью. Я сахар сюда и сладость не рекомендую добавлять по одной простой причине, что оно здесь неуместно. Теперь всю нашу вот эту прелесть мы смешиваем. Я знаю одно, что все, кто был у меня в гостях и пробовал именно этот бакамоли, всегда были в восторге. Муж, дёрт, камер, плюс. Я, к сожалению, попробовать не могу, уже поздно. Но я же делаю это для своего любимого мужчины. Вот оно будет моим дегустатором. Скажут, ничего не хватает. Соли, перца или лайма. Кушать мы это будем с чипсами. У нас обычный кукурузный тортиес. Кукурузный тортиес делается очень просто. Основа мука, масло, подсолнечное или любое растительное. Подсолнечное не вряд ли я использую, но любое растительное. И соль. Все. Не скажу, что это без глюда для фигуры, но, по крайней мере, у других красителей, химикатов и всего остального здесь нету, поэтому можно даже деткам давать, если вы у него сняли эргики на кукурузу. Я попросила его сказать, или здесь достаточно лимонной соли. Не забывайте черепа. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Походу, это у нас в семье, в крови. Я с вами с вами. Зачем у меня муж, вы знаете, нераскрытый талант. Такой стеснительный, но если перед камерой появляется, сразу в нем творчество его просыпается. Супер. Супер. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поступил специальный запрос на немножко... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Засмущал. Ну, ладно, девчонки. Ой, ребят, извините, друзья. Друзья, извините. Так, хорошо, чили-так-чили. Вы знаете, я как знала. Вот достала одну чилинку, думаю, ну, ладно, пусть будет. Так. Ну, гулять-так гулять, мексиканский же вечер у нас сегодня, правильно? У нас сегодня будут карты, свечи, гуакамоле и маргарита. Для тех, кто только что присоединился. Кто-то был в Мексике? Я знаю, у меня одна подруга, Ксюшенька, если ты меня смотришь, в Мексике, например, рожала своего ребенка. Такая вот бесстрашная. Хотя слышала и страшные новости о том, что мексиканцы, когда американцы, было там, разлилось где-то в океане пятно нефтевое, они запустили какую-то бактерию. Сейчас эта бактерия там чуть ли не убивает людей. Та-дам! Наша гуакамоле готова. И сейчас приступим к напитку. А музычку слышно? Или нет? На сальсо ночи кто-то ходит, танцует из моих подписчиц. Я сейчас немножечко уберу, это хорошо. Так. Окей. Итак. Приступаем к нашей маргарите. Немногие знают, что в 2005-2006 год я училась в Австрии на курсе госпиталити менеджмент. Отельный менеджмент и вообще все, что связано с обслуживающим персоналом, готовкой, отелями, ресторанами и всем остальным. И там у нас по вторникам был урок бара. Наши все туристы. У нас было два направления. Туризм и гостиницы. Так вот, наш туризм, туристы наших канагат. И если смотрят меня мои девчонки из Казахстана. Спасибо большое, очень приятно. Так вот, все нам завидовали, потому что по вторникам мы с класса возвращались в пьяники. Нас поили. Мы это все сами делали, пробовали. И потом... Так, что-то не так было. Сегодня мы готовим гуакамоле. Он уже у нас приготовлен. Эфир сохранится, поставлю, посмотрите. Сейчас мы готовим маргариту. Мы будем сегодня выпивать. Сегодня уже выходной. Итак, первое правило бармена. Если вы планируете сделать себе прекрасный вкусный напиток. Охладить стаканом. У нас будет два стакана. Один для маргариты. Второй для меня. Я буду пить безалкогольный. А-ля Маскета. Значит, пока мы оставили здесь лед, охлаждаем наши стаканчики. Нам нужно еще немножко льда в наш шейкер. То есть, это в тот стакан, где мы будем смешивать все наши ингредиенты. Зачем нам лед? Во-первых, чтобы охладить наш напиток. Во-вторых, чтобы когда мы его встряхивали, там образовалась пенка. Секрет маргариты. Первое, это текила. Текилы всегда две пропорции. У меня вот есть маленькая рюмочка. Это один шат. И вторая большая рюмочка. Это два шат. Значит, я наливаю два шата в текила. И потом я вам скажу, что мы еще сюда наливаем. Пропорция 2, 1, 1. Две текилы. Та-дам! Это на один коктейль. Дальше. Мы берем любой апельсиновый ликер. У меня в данном случае Куантро. Его прекрасно использовать для морковного торта, для десертов. Еще можно использовать Гранд Мариньер. Это тоже апельсиновый ликер. Или же, если у вас все совсем бюджетно, Трипл Сек. Это тоже апельсиновый ликер. У нас две текилы. Один, одно Куантро. То есть, я рюмочку перевернула. Дрожащей рукой наливаю. Куантро. И один лайм. То есть, один шот. Я еще не пила, а уже крышкой текилы закрываю ликер. Понятно. Так, так, так. И сок лайма. Поскольку сок лайма очень кисленький, мы его перебьем. Та-дам! Мы его перебьем сиропом агавы. Агавы, вообще, классная такая штука. Я сегодня о ней читала. На самом деле, это тот же кактус, из которого делают текилу. Поэтому они сейчас подружки встретятся. Может, даже с одного кактуса. Кто знает. Так, значит, у меня не полная ложечка. Это такая специальная барменовская ложечка. Они махитками мешают. И еще всякие штучки. Здесь такая, видите, мяшечка можно помять. Мяту, лайм. А это ложечка, чтобы мешать. Так. Теперь мы накрываем наш... Ой, сейчас очень переживаю. Ну, с Богом, да? Так. Как и говорит мой учитель, вы должны это делать с удовольствием и с элементом шоу. Ну, и пару гуакамольных калорий. Здесь элемент шоу получился. Так. Ну, и самая главная часть, это его открыть. Папа, I need your help. Sorry. В общем, в этом я еще не сильна. Один я уже разбила. Это второй. Есть. Так. Дальше нам нужен... Наш лед из... Давай это не будет. Из охлажденного стакана мы лед засыпаем обратно, потому что там уже оттаившая жидкость. Она нам не нужна. И сюда мы кладем такой у меня красивый, большой один кубик льда. Я поспешила. Простите. Так. Кубик льда обратно. Я обмазываю основание стакана я обмазываю лаймом. На блюдечко я насыпаю соль. И без фанатизма опускаю наш холодный стаканчик вот так чуть-чуть в сольку. Такая у нас красивая маргаритка получается. Дальше я опускаю в нее аккуратно лед. И выливаю наш коктейль. Кам, я как-то до тесты. И, конечно же, украшаем красиво это все лаймо. Та-дам! Маргарита подана. Ну что ж. Поехали. 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 Романтическая. Поехали. 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 пятницы я вас всех люблю желаю вам приятного аппетита создавайте свою романтику сами вашим любимым человек если у вас его нет я обязательно желаю вам его в скором времени найти всех обнимаю целую хорошей пятницы